Вторая смена – еще одна острая проблема нашей системы образования. С 1998 по 2014 годы в муниципалитете были построены всего 4 школы. Это несопоставимо с числом новых жилых комплексов, в которых чаще всего приобретают жилье семьи с детьми. В 2014 году мы уже открыли новую школу в Новой Трехгорке на 900 мест. Школу с детским садом на 500 мест в жилищном комплексе Одинцовский парк. А также пристройку в школе в 9-м микрорайоне на 360 мест. В 2017 году завершилось строительство школы в лесном городке. Появилась новая школа в Ромашково и гимназия в деревне Раздоры. Реконструировано образовательное учреждение в Заречье. Работа проведена колоссальная. Это видно по сокращению очереди участков в многодетном, по сокращению очереди в детские сады, по практически искоренению второй смены в наших школах. На следующую пятилетку планы не менее амбициозные. Мы должны решить самые наболевшие социальные проблемы. Нас ждет прорыв. В прошлом году началось строительство школы в Трехгорке, одном из самых проблемных микрорайонов Одинцова. Впрочем, за последние пять лет на этой территории проделано немало. Открыт офис МФЦ. Отремонтированы дороги. Андрей Робертович, за что ему большое спасибо, уделяет большое внимание нашему микрорайону и тем проблемам, которые у нас существуют. И за последние пять лет, которые глава у нас имеется, много вопросов было решено. И от маленьких каких-то, таких незначительно, и до больших проблем. Многие еще в стадии решения, но тем не менее глава о них не забывает, он их решает. Между тем, дорожный вопрос за минувшие пять лет решался не только в Трехгорке. Только в 2018 году было отремонтировано почти 48 километров дорог. Это в шесть раз больше, чем в 2017-м. Всего же за пять лет мы смогли отремонтировать 180 километров дорог. Это практически расстояние от Москвы до Тулы. Знаковые события произошли и в транспортной сфере. Были введены в эксплуатацию путепровод через железную дорогу в Перхушково и эстакада в 8-м микрорайоне. Запущены экспрессы по маршруту Одинцово-Белорусский вокзал. Достижения Одинцовского района за минувшую пятилетку были оценены и на региональном уровне. Наш муниципалитет занял шестое место в рейтинге, составленном на основе выполнения майских указов президента и поручений губернатора и отражающим реальное качество жизни людей. Спасибо.